Нарушения в столовых учреждений образования до сих пор выявляются. Об этом заявил прокурор Гродненской области Виктор Корзун. Напомним, в конце ноября в Комитете госконтроля озвучили результаты проверок организации питания в школах. Ряд нарушений, которые был выявлен, касался качества продуктов питания, завышенных цен на их закупки, а также несоответствия блюд, заявленных в меню и поданных на стол. Однако даже после всех проверок госконтроля и санитарно-эпидемиологической службы нарушения не устранены, отмечает прокурор области, а продолжаются. На этот раз проверяющие посетили школы-интернаты области. Ко всему прочему, в выходной день, когда, как правило, никто не едет. И во всех мы нашли те же безобразия. А именно, мы нашли излишки блюд, то есть уже приготовленные к выносу. Нашли недовложения. Нашли, выявили факты хищения, подготовленных, антисанитарии. Опять же, эти продукты с истекшим сроком годности. Прокуратура Гродненской области намерена взять на особый контроль и другие сферы деятельности, поскольку нарушения в работе есть не только в области организации питания. Однако в целом за 11 месяцев текущего года преступность в области снизилась на 10%. Это на 800 случаев меньше. Тем не менее, самое распространенное правонарушение – кражи. При этом большая часть из них связана с мелкими и малозначительными хищениями. Например, украденные продукты из магазинов. Но даже здесь наблюдается спад. Почти за год их стало меньше на 300 преступлений. Несмотря на такую положительную динамику, есть сферы, где количество правонарушений наоборот увеличивается. На 20% больше выявлено фактов киберпреступности. Однако в прокуратуре области их разделяют на криминальные действия корыстного характера, обман, мошенничество в интернете и совершенное подростками из-за незнания закона. Взял в лес чей-то аккаунт. В лес даже аккаунт своей одноклассницы, своей студентки, без спроса. Состав преступления. Состав преступления. Поэтому если ты просто хочешь поинтересоваться, но оно закрыто, запаролено, это уже состав преступления. Несанкционированный доступ к компьютерной информации. Так называется. Это 349-я статья. Там есть меры наказания. Это тоже зависит от того, от самых мягких, допустим, от штрафа и до лишения свободы. Зависит от того, опять, куда ты влез и что ты сделал. Продолжение следует... Продолжение следует...